Салам алейкум, мои друзья. Сегодня вот мы собрались, значит, Денис Михайлов, его друг и соратник Омак Артемец Кызыла. Да вы из города Омак? Да, да, из Кызыла. Значит, тема сегодняшнего разговора, я хотел начать с того, что мы являемся, произошли вот ваши народы и наши народы, что мы произошли и происходим из одного корня, то есть об этом, я думаю, уже говорить не надо. То есть мы все из одного корня, то есть мы все тюрки, мы вчерашние буквально все воины Чингисхана, то есть вчера мы были все связаны одной целью, одной, как говорится, было как одна семья жили. А сегодня мы все знаем, что враги нас разбили, разделили, то есть идет тактика разделяя власты. Но сегодня, слава Аллаху, я говорю слава Богу, что сегодня наступили времена, когда мы можем с помощью интернета вот так объединяться, соединяться. И мне вот интересно, вот просто я вот Денису позвонил, говорю, Денис, давай вот что-то найдем, то, что может нас объединять сегодня, то, что еще враг, наш невидимый враг еще не успел дарушить, то есть довершить свое вот это коварное дело по разрушению нас, по разделению нас. То есть я думаю, что вот, например, у нас то, что вот сегодня я хотел вот и узнать, задать вам такие вопросы, что нас еще до сих пор еще осталось, что нас объединяет. То есть что есть такое общее, я вот, и я ищу вот эти вот моменты, которые нас вот объединяют. Понимаете, да, друзья мои? То есть я также хочу сказать вам, до этого я делал столько видео, у меня на канале, значит, очень много видео. Я всегда говорю, что наши предки, тюрки, они всегда были хорошими охотниками. И они всегда вот эти вот традиции, которые в нас зародились, сегодня сохраняются, они идут из волков. То есть я всегда сравниваю, что волки, то есть мы все знаем, что тюрки, это произошли, у нас так и говорят, кокбернур пахтар. То есть это не буквально, что мы произошли от волков, как нас враги хотят, то есть для того, чтобы разрушить наше единение, они в первую очередь разрушали, я считаю, наш символ. То есть мы все знаем, что у Чингисхана был волк символом, то есть голова, золотая голова волка, об этом все ученые уже говорят. То есть это не секрет. Поэтому волк был нашим символом. И сегодня мы знаем, что на протяжении уже сколько лет прошло после этого, и волка везде унижают, везде из волка превращают в разбойника, что он вот такой нехороший. А хотя если взять по большому, если понаблюдать за волком, то есть сейчас ученые об этом везде говорят, что волк это единственный зверь, который является однолюбом. То есть он не занимается прелюбодеянием, как, например, свинья. Если возьмем сравнение с свинью, то свинья, она может вступать в половые отношения как с отцом, как с матерью, как с братом, с сестрой. То есть волк, он всегда был верен только своей супруге. И мы знаем, что стаи волков, когда она вырастает, то есть отец, вожак стаи, они обычно вот когда дитё поспело уже к брачному, да, вот возраст подошел у него, они его изгоняют из стаи, чтобы он находил себе подругу в другом стае волков, понимаете, да? То есть и это у нас сохранилось в крови. Вот у нас, например, у казахов есть понятие как жетата, то есть семь своих дедов мы знаем все досконально, чтобы не путать вот это вот. То есть я считаю, это тоже идет от того, что наши предки были охотниками хорошими, они наблюдали за волками и очень много традиций почерпнули из традиций волков. Те же вот поедание мяса, я вот тоже делал видео об этом, что когда волк, например, ловит, он обычно, если, например, шакалы, гиены, другие животные, если ловят пищники, да, то они обычно стараются кусать заднюю лапу, там, заднюю, там, ляжку, там, жертвы, да, либо хвост раздирает, а потом уже только он умирает, а волк нет. Волк он всегда догоняет и всегда хватается только за горло. То есть он делает так же, как вот, и мы сегодня так же, когда мы режем, мы всегда режем, начинаем с горла. То есть кровь стекает и мясо будет чистое. Это раз. Потом за столом, когда садимся, у нас всегда так же и до сих пор это сохранилось. То есть собирается казахская семья и всегда ждем, когда старший приступит к еде. То есть у нас не принято, чтобы младший там щемился, там, хватал куски. Все дисциплинированно, все ждем и старший начинает еду. У волков тоже так же. Когда они добывают добычу, они ждут, когда вожак поест, отходит и тогда только они начинают трапезу. То есть и много еще других примеров, я могу вам сказать, которые переняли. Вот мы тюрки от волков. Но, к сожалению, сегодня вот хочу сказать, что волк, символ волка, они уничтожали. Уничтожали его. Я вот поэтому вот Денису и звонил, чтобы вот эту, давайте вот эту тему поговорим. Есть ли у вас какие-то традиции, которые сохранились с тех времен, и есть ли связь с волками в этих традициях? Поэтому вот давайте, а Мак, наверное, вы начните, да, у вас есть что-нибудь такое? Ну, наверное, я в первую очередь хочу спросить, вы кого считаете своими врагами? Ну, враг, я считаю, что сегодня враг, он незримый. Это не говорит о том, что враг, он вот конкретно вот такой-то, например, организация, либо человек, либо еще что-то. То есть враг, он буквально вот сегодня идет, как она называется, гибридная война. То есть враг – это культура, понимаете, то есть культура, которая идет вот с запада, в основном идет с запада, это вот алкоголизм, наркомания, проституция, голубых сейчас вот полно, понимаете? Вот это, я считаю, это и есть враг, понимаете? То есть мы, потомки волков, мы, поэтому, я считаю, всегда были против этого. И у нас был, поэтому был мир, абсолютно другой мир. А тот мир, который нам сегодня навязывает и у вас в России, и у нас в Казахстане, это все вот разрушать вот это вот, понимаете, наше вот это вот, то, что было наше. А вот в интервью, репортаж, который сняли, они вот так все комком собрали, и вот то, что я там свои мысли выражал насчет гибридной войны, вы согласны, да, с этим получается? Да, 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 гибридная война. Давайте я вам скажу, гибридная война вроде бы у нас идет, да, вот считаете? А почему мы можем противостоять в этом, понимаете, почему мы не можем противостоять этой гибридной войне? Из-за чего? Ну, я считаю, потому что мы сами не поймем, кто мы такие. То есть для того, чтобы противостоять этой войне, мы должны разобраться сами в себе. То есть после развала Советского Союза мы только-только, и то даже некоторые, я скажу даже, и все некоторые люди, вот как Денис, например, ведет борьбу с алкоголизмом, одной из его борьбы, да, вот. Я считаю, это вот тоже правильно, вот это то, что человек просыпается, понимаете? То есть вернуться нужно к своим корням, традициям. Я считаю, что вот, например, Чингисхана нам вот это вот, вот это общество, да, навязало, что Чингисхан был кровожадным, там, убивал всех налево, направо пачками. А я считаю, что нет, что Чингисхан, наоборот, он привнес мир, то есть принес мир великой степи, понимаете? То есть до Чингисхана. Почему не говорят, как жили люди до Чингисхана, а потом после Чингисхана? То есть войны шли постоянно, то есть рода с родами, нация с нацией, княжество с княжеством. И Чингисхан, когда пришел, он остановил все эти войны, понимаете? То есть вот тогда наступила золотая эра, я считаю, когда, он же не трогал, например, религии, пожалуйста, какие-то, то есть демократия была полнейшая, я считаю. Ну и обратно же, это мое личное мнение. Как вы думаете? Давайте я свое мнение скажу, да? Я, прежде всего, против, против кудизма и ислама. Против чего против? Против ислама. Ну вот видите, у вас тоже, потому что у вас неправильное представление об исламе, я считаю. Почему? Против буддизма и ислама, да, он мог говорить? Против религии, абсолютно. Ну, я считаю. Я говорю, давайте вы меня послушайте. Почему я послушаю? Да, давайте. Давайте. Потому что, прежде всего, эти две религии к нам пришли из чужины и разрушают изнутри нас. Вы говорите, что мы хотим разобраться к тому. Мы приедем к учебнике, которые верили в одного бога Тенгри. И эта вера полностью основана в наших традициях. Уважение старших, уважение младших, уважение своей природы, уважение своего языка. Да, именно язык есть основа народа. А если вы начнете молиться на арабском языке или на дебетском языке, вы уже начинаете терять свою идентичность, свою гордость. Теряете свою гордость за свой народ, гордость за свою страну. Вот это и есть самый большой враг. Ислам и буддизм. А все остальное – это ерунда в отношении всего этого. Гибридная война, если мы внутри будем в дверны, начнем любить свою страну, свой народ, свой язык. Гибридная война – это ерунда. Он просто коснется нас и уйдет по скотчек. Если мы восстановим свои традиции, любви, уважение, всего, что мы имеем в своей стране, вот тогда гибридная война – это ерунда. И если начнем молиться в сторону Мекки, в сторону Тибета, вот тогда гибридная война будет нас давить, уничтожать и уничтожать. Мы будем не тюрки, а полу-арабы и полу-тибетов становиться. То есть мы уже теряем свой язык и все полностью. Я вот прямо говорю всем, потому что я обещаю в Фейсбуке про это, я обещаю ВКонтакте. Против ислама и против буддизма я всегда. Да, мы не должны спорить с мнением каждого человека. Конечно, это ваше личное мнение. Я просто умак вам скажу, что для того, чтобы с чем-то бороться, нужно его изучить основательно. Так же, вот как, например, если вы собрались бороться с танком, например, там какой-то, да, танк. Вы же должны знать, куда ее надо стрелять, куда нужно сделать выстрел, чтобы, где у нее слабое место, где броня крепкая. Правильно же я размышляю? Поэтому для того, что если вы говорите, что ислам, например, в частности об исламе говорю, если вы говорите, что она плохо, что это, ну, ваше мнение, да, такое, тогда вы должны его изучить, понимаете? Я вам советую изучить его прям полностью. И потом бы я хотел послушать ваше мнение, когда вы его изучите. Я его читал, сколько раз читал. Потому что, чтобы понять, я, знаете, вот уже почти что 10 лет все это читаю, смотрю и понимаю, кто я такой. Вот, чтобы это понять, я начал себя прежде всего, кто я такой. Вот он начал с истории. Вот ты, когда понял, вот уже начал смотреть, я, например, на мусульманские, на мусульманских тюрках смотрю, да, они молятся на каком языке? На арабском, конечно. Вот. А почему не на тюркском? Нет, мы дуа делаем на своем языке. Дуа. То есть просьба Аллаха. А давайте сейчас у вас прошу. Какие у вас святыни, в первую очередь? Как? Что свято нужно для человека? Цельности. Святыни? Да. Не слышу плохо слышу. Что священно вас? Что священно вас? Священно? Да. Ну, священно, человечески, быть человеком, я думаю. А чтобы разобраться, что такое черное и что такое белое, вот для этого и существует религия. Понимаете? Потому что вы не можете сказать мне, что такое черное, что такое белое, пока вы не найдете истину. То есть я тоже, как и вы... Да. Давайте я вам... Что такое истина? Да. Истина – это любовь к родине, в первую очередь. Любовь к народу своему. Но ислам тоже что-то об этом говорит. Да. И человек тоже молится прийти, что на своем родном языке есть. В первую очередь молится на свою страну, на свой народ и на свой язык. И молится только на свою страну. Понимаете? Если вы, например, казах, то вы должны прийти, что любить свой Казахстан и молиться только на свою страну. А не чужбину, например. Если вы хотите туда лицом встать, в сторону Мекки, да, и молиться туда, вы уже начинаете терять себя. То есть вы хотите сказать, что Россия молится... Они же молятся тоже, они же молятся Иисус. Он же является... Давайте я вам за Россию скажу, да? Да. То есть они, получается, они тоже все сбились с пути, что ли, получается. Нет, давайте я за Россию скажу, да? У них прежде всего какое понятие? Религия. В древних времен, как к христианству пришел, у них есть понятие Русь Святая. Это в первую очередь у них Русь Святая идет. Из-за этого у них в православии в Москве фендер стоит. Они же не туда смотрят, а в первую очередь в Москву смотрят, когда молят. Да? Вы согласны со мной? Ну, наверное, наверное, да. Да, но, видите, у Мак, у меня, знаете, у меня, я вам скажу, у меня есть судебное решение, в котором суди мне запрещают говорить об Ислабии. Поэтому я хотел бы с вами подискутировать, но у меня, видите, стоит запрет. Поэтому давайте о религии не будем говорить, а переключимся на историю. Да, историю. Если мы хотим, если мы хотим себя понять, то всегда касается в первую очередь религии. Из-за этого мы себя никогда не поймем. Если мы, например, фенгрянство поднимем на всю, на весь тюрский народ, да, начиная от Турции, то Панчай, Якутии, вот тогда вот и единение будет. Вот смотрите, ребята, старшие братья, вот мы про религию говорим. Меня сейчас вопрос такой мучает. Когда Чингисхан объединил всех тюрских народов, у них же различные религии были. Как он всех объединил, как они все спину друг друга защищали, когда они имели различные религии? И вот этот у меня вопрос сейчас волнует, когда я только что вот этот, ну, чуть-чуть диспут был, да, который не к нашему тему шел. Такой вопрос. По вере Чингисхана скажу, да? По вере Чингисхана, он был тюргянцем, и все его солдаты, армия была, значит, бегала через тюргянцем, а потом только вот другие вот эти религии начали, вот, ну, починенные те народы, да, мусульмане были, были другие народы, но прежде, что у Чингисхана было тюргянство, а в Казахстане, когда пришла религия, как ислам, да, это при хане узбеке же пришел, вы это значили, да? Узбек? Да, хан узбек, насильно, насильно в золотую орду же принес хан узбек, насильно, вот, уничтожил многих чингизидов, он убил, чтоб не третить ислам в золотую орду, вы это знаете, он убил очень много чингизидов, тюргянцев, чтоб тюргянцев убил, да, тюргянцев он убил, и насильно в золотую орду, народу, вот именно ислам он принес, у него есть даже приказ, кто не верит в ислам, тот убивается. А разве сын Чингисхана не был мусульманином? Нет, не был. Шагатай, джурчи, джурчи, он не был мусульманином, он чисто тюргянец. Также Батуй был тюргянцем. А с какого, а кто тогда из чингизидов самый первый принял ислам? Узбеки, вот внук. Чингисхана. Да, он там уже внучатый внук, по-моему, узбек. То есть он уже джурчи, кто он будет? Джурчи, да. Он его будет внук, наверное? Или сын? Не, да, джурчи, джурчи он должен быть внуком. По-моему, Батуй – сын джурчи. Батуй. После Батуй, там уже, по-моему, кто сел. Там смотреть надо, но узбек принес. Хан узбек. Вот это и все там. Ну, арабы его, ну, заманили. Арабские кусы его обманом заманили его. Ислам. Зависло. Вот если мы хотим, чтобы себя разобраться, то мы должны прежде всего, да, начать с чего, как, к чему мы верили. Вот это, да, надо смотреть. И как пришел вот эти другие религии в Великую Сепь, все кочевые народы сразу ослабли. Все, все, все. И все они разобщенно уже начали воевать между собой. Нет, не стало единства то завоевание. И, например, вот это Тешский Кипчак, российский Инберий, да? Все были уже разобщенными. Там только один, по-моему, генерал, как его, Горнил, по-моему, или кто? Маленьким отрядом, средний адрес всех дюрков разбил. Маленьким отрядом, даже там армии не было. Уже все ослабли и уже не воинами стали. А может быть причина в том, что ислам запрещает убивать людей? Может, в этом причине? Нет, нет. Такого нету, чтобы ислами не запрещают убивать, потому что ислами же есть вот такое понятие, если человек, не верящий, его можно убить. Так же, по-моему, поощряется, да. Ну, я знаю, что пророк Мухаммед, он запретил убивать, когда он, когда уже наступил ислам, ну, в его области, да, там, в районе, где он. И он тогда запретил убивать. Он сказал, что убив одного человека, это приравнивается, как убить все человечество. Да, если убьешь мусульманина, тогда да. А если не мусульманина, то можно убить. Не, нельзя. Это вот вы неправильно, неправильно вы где-то изучали ислам, я думаю. Я это хорошо знаю. То есть не мусульманину можно обмануть, а обману можно в ислам завлечь. А мусульманину обманывать нельзя. То есть не мусульманину можно обманывать, А мусульмане не для ухмани. Такие разные понятия. Да, вы обратно говорите, это была первая волна ислама. То, что вы говорите, это хариджиты. То, что вы говорите, это делали хариджит. То есть я считаю, что в 90-е годы, когда к нам пришел ислам, он пришел в основном ислам, вот именно вот это, как говорят же, ваххабитский, хариджитский. И поэтому очень много людей, вот как вы, они многие отторгали этот ислам. Я вам скажу, я тоже был против вот этого ислама, который был первый. Ваххабитский, хариджитский. Почему? Потому что когда я ходил в мечеть, тоже сидели ваххабиты, в 90-е в середине годов. Я тогда с ними разговаривал и говорил, что они спрашивали, кто ты. Я говорил, я потомок Аулье. То есть я потомок, реально, я потомок Ауле Моралыча, потомок Ауле Ермек Ауле. И они мне говорили, о, Ауле это колдуны, это все выдумано, брат, ты это не верь. И тогда у меня было от них отторжение, понимаете. Я говорил, нет, вы не правы. То есть поэтому я говорю, что, маг, я вижу то, что вы изучали тот ислам, про который вы говорите. Я тоже против этого ислама. Я вам даже больше скажу, что сегодня истинный ислам, он... Ну, обратно же, видите, я сейчас начну говорить, меня точно закроют. Мне запретили об этом говорить. Видите, даже сегодня... Давайте, тогда я вам скажу, да? Ладно, вы не говорите. Если Коран, да? Коран. Коран, что написано, нельзя... Там... Интерпретировать Коран по-другому. Но, если в Иране не так, то ты должен смотреть на жизнь Мухаммеда. Это уже полностью... Там уже ничего не оспарится. Как жил Мухаммед, этим и все смотрится на жизнь. Так же? Ну, это вы говорите про хадисы. Хадисы тоже я вам скажу. Сегодня враги ислама придумывают новые хадисы. Понимаете? Они не сидят, враги ислама не сидят. Они придумывают новые хадисы. Прям людям вталкивают в голову. Я вот недавно слышал от молодежи тоже один хадис, который я тоже отвергаю. Они говорят, что про какой-то гетеродный орган, вцепиться зубами там. Ну, то есть, я считаю, это неправильно абсолютно. Понимаете? Вот давайте... Вы же говорите, что вы хотите понять себя в первую очередь, да? К дому. Да, да, да. Вот и начинается с нашего мировоззрения, почернического, да? К дому такие. Да. Мы были тенгрянцами, которые жили в согласии своей природы. Да. Да. Уважали свои традиции. Да. Вот. А знаете, вот... Подождите. О, Мак. Откуда пошло вот это вот, вы знаете, уважать своих родителей? Откуда это пошло? Пошло. Первый человек, который... С древних времен. С древних времен. Не, ну понятно. Но должна быть точка отсчета, который сказал, вот все вот, я говорю, это истина, надо уважать родителей. То есть, кто вывел эту истину? Наши предки, кочевников. Правильно, да, наши. С древних времен, да. Я вам скажу, смотрите, я вам скажу, вот Денис вам тоже говорил об этом, я вам скажу, что наши предки были великими охотниками. С этим вы согласны? Конечно. Они были лучшие охотники были, они были очень наблюдательными. И вот наблюдая именно за волками, почему у нас символ волк у тюрков, именно наблюдая за волками, они увидели в них вот эту черту. То есть, среди зверей только волки кормят своих родителей до старости, понимаете? Нету, например, у других зверей нет такого обычая, традиции кормить своих родителей до самых старых. То есть, только волк мог это себе делать, понимаете? То есть, вот они всегда видели, что отец, мать, когда они старели, они им приносили куски мяса, их кормили. И вот это усмотрели наши предки-чурки, они увидели вот это в волках, и тоже это переняли, эту традицию. То есть, заботиться о своих родителях, заботиться о отце, матери, понимаете? Вот откуда это все берется. Также я вам скажу, что, почему, например, в исламе у них многоженство. Многоженство разрешается, да? А у нас у тюрков, тюрков не было этого, понимаете? Почему, например, Чингисхан, вначале он, у его жена была Барте, помните, да, Барте? Почему он был так верен ей? Да, почему он ей был так верен? Потому что именно у волков вот такая есть тоже свойство. То есть, из этого я делал обратно же вывод, что наши предки, наблюдая за волками, увидели это. То есть, она волчица, вот когда полюбит волк волчицу, то есть, он никогда ей не будет изменять, понимаете? То есть, он не будет ей никогда изменять. Даже бывали случаи, вот я вот сейчас современных наук ученых слушаю, да, бывали, говорят, случаи, которые наблюдают за волками, в частности, в Канаде. Они говорят, когда волчица умирает, либо волк умирает, супружеская пара, да, то у них состояние души такое, что они даже, некоторые волки даже умирают, понимаете? То есть, доводят себя до такого состояния. Это, представляете, как это? А я думаю, что наши предки, видя вот это, у волков, тоже переняли этот обычай. Я считаю так. То есть, это обратно же для нашей молодежи, когда сегодня, вот вы видите же, я же говорю про гибридные эти войны. Сегодня, когда мы все видим, что молодежь беспутная, вот я смотрю же, женился, два-три месяца пожил, а то и меньше развод. Замуж вышло, два-три месяца развод. То есть, поэтому мы должны, я считаю, вот эту вот, нашу традицию, вот эту вот, как быть однолюбами, быть вот похожими на волков, на их нехарактер, опираясь на наши традиции, воспитывать нашу молодежь в таком духе, я считаю. Ну, это мое мнение. Как вы смотрите на это? Я, наверное, все-таки полностью, скорее всего, буду смотреть на традиции народов, в первую очередь. На такие мудрые традиции. Да, да, правильно. Но традиции же где-то берутся сначала, кто-то же их придумал, кто-то, например, придумал жениться на пять человек, а мы говорим, нет, только один. Кстати, я вам скажу, даже пророк Мухаммедов, который многие говорят на ислам, ссылается, что в исламе, в исламе многожелство. А я скажу, нет. Я знаю, что я читал в одном священное где-то вот книгах, я вот сейчас не вспомню, я тоже много лет изучал. Я вам скажу, что я нашел, где пророк Мухаммед, салаллах, аликсалям, говорил, что лучше для вас, если будет у вас одна жена. Он об этом говорил. Но обратно же, видите, чтобы род человеческий не исчез, он говорил, что в таких ситуациях можно жениться на этой, в такой ситуации можно жениться на этой. То есть обратно же тут идет от человеколюбия. То есть он не женился, как сегодня мусульмане, например, женится, там с конкурса красоты увидел, хоп, на ней женился, понимаете? А, например, пророк Мухаммед, он женился, я знаю, на женщину, ее звали, дай бог памяти, еврейка, на ней он женился, чтобы спасти еврейский народ. То есть взяли в плен еврейский народ, мусульмане, и он, чтобы, он не знал, как спасти, потому что он был против лишней крови, лишнего проливания, понимаете? И чтобы как-то вот это остановить, он женился на ней, не помню, то ли, как ее звать, ну, в общем, он женился на ней, чтобы остановить и отпустить, чтобы природниться к ним, понимаете? И когда он женился, он сказал, это мои родственники теперь, и они их отпустили, понимаете? Вот в таких случаях только можно жениться, когда есть человеческие, человеческие вот эти вот, то есть превыше всего это нужно человеколюбие, в первую очередь должно быть, превыше всего, а потом действие. Ваши, давайте я вас спрошу, Казахстане сейчас возрождают свою веру в тенгрянство, как вы на это смотритесь? На тенгрянство? Да, очень много казахов именно возрождают тенгрянство. Ну, я смотрю на это, конечно, как мусульманин, конечно, я против этого, но если вот выходить на дискуссии, вот как сейчас, да, разговаривать об этом, то есть я считаю, что мы люди, мы люди чем отличаемся? Мы здравомыслием, понимаете? Аллах дал нам мысли, и мы должны друг к другу всегда слушать друг друга, понимаете? Научиться слушать друг друга, понимать друг друга. Вот этим мы отличаемся от животных. То есть поэтому я считаю, что все должно быть добровольно, никакого принуждения, понимаете? Если вы добровольно уговорите молодого человека быть в тенгрянстве, я ничего не скажу, но если вы их будете, как это сказать, насаждать чуть ли не там силой, то, конечно, я против. Ну, Ислам же насаждается? Нет, обратно же вы говорите про хариджитов. У хариджитов это да. А вот про настоящих мусульман, я же говорю, что Ислам, он разделится на 73 течения. 73 течения будет в Исламе. И только одна из этих течений верная, правильно, которые попадут в рай. Остальные 72 течения мусульман уйдут в ад. То есть вы слушаете тех, которые уйдут в ад, понимаете? А нужно придерживаться тех, она маленькая, но есть это течение в Исламе, которое попадет в рай. То есть нужно разделять обратно черное, белое, белое, черное, понимаете? А давайте вот ваш информацию сейчас интерпретирую, да? 72 течения. Одно течение дает вам фонд рай, да? Значит, каждые 72 течения будут по-своему говорить, что эти 71 не попадут, только мы попадем. Все так и скажут. Кому, значит, верить? А разум вот, а дан же вам разум. Верить никому не надо. Вот в этом-то вот золотые у вас слова. Понимаете? Верить никому не надо. Не надо создавать себе кумиров. Понимаете? Нету идеальных людей. Только ваш разум, вы только через свои мысли, через свою вот эту вот одухотворенность, отчеловеченность вы можете найти истину. То есть обратно же я призываю любви к близким, любовь к человеку, понимаете? Человеколюбие. Вот что должно быть на самом углу. На самом вот приоритет. Когда будете смотреть на призму человеколюбия на все, то у вас будет по-другому взгляд, понимаете? А если вы будете говорить про идеи какие-то, и чтобы воплощить эти идеи в жизнь, надо будет убить какую-то группу людей, тогда я не согласен с таких идей, понимаете? Потому что пророк, он говорил, что убив одного человека, это равносильно убийству всего человека. То есть это очень глубокая тема. Очень глубокая. Это очень глубокая. Знаете, вот у тенгрианцев, у тенгрианцев пророк это все бредки, которые пронесли мудрости через тысячелетия. Не один там пророк, а все бредки наши, которые несли мудрость, ум народа. Вы как на это смотрите? Ну, я вижу, что тенгрианство, знаете, оно не способно сегодня, в 2021 году, бороться с тем злом, про который я говорил в начале программы. Понимаете? То есть с тем злом. Вы говорите... То есть это зло, я считаю зло, это наркомания, алкоголизм, проституция, игромания. Мне, кстати, тоже отношусь сюда, к злу. Вот ваше тенгрианство не сможет с этим бороться. А ислам, истинный, настоящий ислам, он может. Потому что вот я сам был, когда-то пил, когда-то курил, когда-то занимался игроманией. Я это вылечил себе через только ислам. Понимаете? Только ислам может это вылечить. Только вера, истинная вера. И обратно же, я говорю, нужно смотреть в ислам, как через... Можно... Ислам смотреть через, например, призму зла. То есть вот насаждение этого ислама, да? Я считаю, это неправильно. То есть в ислам, должно смотреть мы через призму добра. То есть когда через призму добра, это абсолютно другой ислам. Понимаете? Не, я ислам считаю только одним. Там даже на течение никогда разделять не буду, потому что ислам один. Потому что пророк один Мухаммед и священная книга Горан. Все. А там какие отношения, разницы нет. Из-за этого, вот смотрю, в арабских странах очень много войн идет. А гибридная война или что? Если бы такая хорошая вера была, они бы всем этим гибридным воинам могли бы противостоять. Но не смог, не могут они противостоять. А если человек и внутри пропитан своим верой, своего народа, свою страну, своим языком, именно вот тогда он любой гибридной войне противостоит. Именно вот этот тенграфт дает человеку любить себя, любить свою родину, любить свой народ и свой язык. Свои традиции восстанавливает полностью. То же самое, которое вы хотите культ волка поднять, это только тенграфта может поднять. А в исламе такого культа волка никогда не было. Для них только правда это Харан и Мухаммед. И молиться в сторону Мекки. Это же вы через ислам культ волка никогда не поднимете. А через тенграфта вы можете поднять культ волка. Это все-таки наша история. Это наша тысячелетняя история. Ислам никогда не воспринимет культ волка. Так же? Я прав в этом. Ну, обратно же я вам говорю, что ислам это... Я, например, видите, в отличие от вас я разделяю. Вы, видите, не хотите разделять, а я их разделяю. Я знаю, что тот настоящий ислам, я вам даже больше скажу, да, настоящий самый ислам, который, о котором и говорил пророк Мухаммед, да. Он и то, что люди в этом мире, да, вот все эти философы, все мудрецы, да, все вот, которые призывают человечество, да, вот, и говорят о будущем, что вот хотят построить такое, как вот царствие Божие, грубо говоря, на земле, да. То есть это все, я считаю, все это одно и то же. То есть я всегда говорил, что развитая демократия, которым нас призывают вот эти вот демократы все, да, и тот ислам, которым призывал пророк Мухаммед, да, в конечном итоге, вот самом конце, да, это одно и то же, понимаете? Сколько пути разные, эти отсюда, эти отсюда, но все оно связывает, это все одно, то есть чтобы людям было хорошо не только на этом свете, но и в следующем, чтобы они были не, как сказать, не злыми, не озлобленными, не убивали, не творили бесчестия, а были вот достойными, любящими, верными, то есть и друзьями, и, то есть все это, для этого я вот и говорю, что для этого и нужно все это изучать из глубины ислам. То есть нельзя в ислам относиться как одно целое, а не одно целое. В примере Египта, спрошу, что случилось с Египтом? Фараон, вы имеете ввиду? Да, это история Египта, очень такая большая же история, да, длинная. Средняя Египта, то есть сегодня дня, что там сейчас происходит, знаете? Сегодня? Ну. Ну, в далекие времена, про фараона вы говорите, фараона вывел, фараон был очень сильный диктатор, был, это был диктатор, который возвеличил себя в ран Бога, то есть он из себя сделал Бога, понимаете? И с ним, фараон, именно Иисус, нет, Соломон, Сулейман. Я про это не говорю, а именно про историю Египта, у них все свой язык был раньше? Ну да, у всех был свой язык, да, да. Да, у них был свой древний язык египетский. Да. Сегодня есть этот язык, нет? Нет, конечно, это очень много таких народов, у которых языка нет. Почему этот язык исчез? Ну, Аллах говорит об этом в Куране, что я говорю, то есть он, все в его руках, понимаете, в Куране, Аллах говорит, это все в его руках. Он может принять любой народ из этой земли, понимаете? Вот такой древний красивый египетский язык исчез благодаря Исламу. Нет, почему Исламу? Вот этот древний язык потеряли, стали арабами, арабский язык. А сохранили только маленькая часть христиан, египетские христиане, вот они древний язык сохранили, но их мало. Скоро они потеряют этот язык полностью. Это древний египетский красивый язык. Они перешли на арабский язык. То же самое случится и с Казахстаном, и Узбекистаном, и с Киргизией, и со всеми вот этими исламскими тюркскими. Вы потеряете тюркский язык просто, чисто. Не, насчет Египта я не соглашусь. Там был такой, память мне не изменяет, пророк Моисей вроде. Пророк Моисей. А пророк Моисей, он вывел из рабства же евреев. Именно из египетского плена. Я про египетский язык говорю. Что там было про это, ничего не говорю. А именно про египетский тюрьмий язык говорю. Ну, об этом и говорится же в Коране, что когда люди, возгордившись, начинают себя чувствовать богами, богом, да, вот, ихний лидер, то есть вот этот фараон, он себя поставил на ранг бога. И поэтому он строили вот эти пирамиды огромные, несмотря на жертвы, на людей, что они умирали там, строили, таскали эти камни. Никакой жалости, ничего не было, что у него был вот этот, его личный эгоизм. Довел он себя, этот фарон, до того, что для него люди были как черви. Вообще он их не считал как за людей, понимаете? И поэтому Бог, Аллах так и говорит в Коране, я таких народа, людей полностью убираю и заменяю их на другой народ. То есть вообще мы, вообще на этой земле мы живем для чего? Вот я хотел вам задать вопрос. Вы нашли смысл жизни? То есть я тоже долго искал вот этот смысл жизни, но я его нашел. Я тоже нашел. Вот в чем вот, Макова, молодец. В чем смысл жизни? Я его вижу, я его вижу именно, знаете, вот, в Сенградстве есть баланс мира, баланс всего, баланс, духовный баланс, телесный баланс, баланс жизни. Вот это и есть Сенград. У меня смысл жизни в чем? Для чего мы живем? А вы как думаете? Ну, я вам сейчас расскажу. Я нашел смысл жизни, что мы здесь в этой жизни все просто участвуем в споре. Был спор, один спор был, в котором мы участвуем. И мы доказываем, что черное это черное, белое это белое. То есть каждый человек это доказывает в этой жизни. Понимаете? То есть об этом говорит и ислам, и буддизм, ой, буддизм, извините, и иудаизм, и христианство. То есть я тоже это вычитал в священных книгах. Я тоже долго искал смысл жизни. Зачем мы живем? Поел, поспал, поел, поспал, поел, поспал. Смысл в чем? Зачем нам жить это, понимаете? И я долго искал этот вопрос, да. Для чего жить? Знаете, вот смысл жизни. Да, я знаю. Я говорю, да. Смысл жизни это постойно образить эту жизнь, чтобы мною потом гордились мои дети. Да, отлично, да. Вот это и есть самое главное. А чтобы достойно образить, надо во всех отношениях иметь баланс. Добру и злу. То есть золотую середину. Везде и... Да, середину знать надо. Везде, везде иметь середину. Вот это и есть Сынгрянский. Не быть фанатиком, например, да? Да, фанатиком никогда нельзя. И не надо делать себе... В лидеры тоже нельзя делать кумиров. Понимаете? Кумиров тоже нельзя. Вот я вам говорю, да. Вот я вам говорю, чтобы понять свои корни, надо прежде всего смотреть на свою историю и к чему мы верили. Почему наши бритки жили в равновесии со своей природой. Вот это все надо понимать. А потом только, если мы это все поймем, тогда мы можем достойно прожить ту жизнь. Правильно, правильно, правильно. А чтобы это все понять, надо... Вот достойно прожить жизнь, я отчасти с вами согласен. А вот как прожить достойно? Вот это вопрос, видите? То есть обратно же, тогда нужно обратно нырять в ислам, искать там ответ на этот вопрос. Как достойно прожить? Понимаете? То есть там на это... Там есть вопрос. То есть, например, алкоголь. По тенгрянцу можно пить или нельзя? Знаете, вот если иметь, например, да, с такой сочи в человеком, да, то можно его пить с друзьями, но немного, да, для разговора. Он же всегда люди били. Но кто-то умел пить, а кто-то не умел пить. не умеет пить. Я, например, да, никогда от алкоголя не отказываюсь, но никогда и пьяным не был. То есть я, чтобы упал, никогда не было. Контроль над собой ботиал, не было такого. Ну, да, ребята. Но это очень тяжело. Это вы один человек, может быть, из тысячи, который вот у вас такой характер, что вы можете, а в основном люди все слабые. Понимаете? Внутри надо верить в свои вот эти традиции уважения других. Уважать себя надо прежде всего. Уважать надо других, друзей, всех. Денис, что-то хотел сказать. Я вот слушаю вас, и да, вот видно, что очень хорошо поработали именно. Гибридная война, почему я гибридно говорю? Ну, мое мнение, в первую очередь, это информационная война, которая, как мы все на своих территориях живем, и туда вместо оружия направляют информационную вот информацию, чтобы разделяли нас. Вот такое же слово есть. Мы все же знаем, и вы знаете. Разделяю властвую. Вот этим и пользуются. Чтоб нас каждое мнение у себя, что было, и чтобы за свое мнение, чтобы боролись, чтобы кровь отдавали, жизнь отдавали, за свое место, за свое мнение. А так земля же одна, мы же все равно хоть как, хоть какие замки поставим, построим, хоть какие заборы поставим, все равно мы будем хотеть общения. Вот я хоть как не крути, сейчас очень трудное время пришло, что круг сужается, и ложь уже видна, и стыкает людей лбами, людей лбами это как бы объединяет, кольцо усужается, и вот эти демонические личности, да, кто плохое делает окружению, они уже друг друга начали, друг друга начали, друг друга пожирать начали, и ложь видна, и зло уже все видно, и вот старые программы, которые окружили людей, это уже естественным образом проявляется, и в таком, в таких ситуациях видна, видна именно слабость лидеров, которые окружают, которые вот на данный момент имеют все возможности поменять кардинально ситуации, которые в мире творятся, они, хоть у них власть есть, хоть миллионы, хоть они очень много власти, ресурсов, у них есть денег, власти, политика, миллионы людей управляют, но у них они все слабые, у них жилки уже нету, уже как бы сейчас такая эпоха началась, все меняется, и вот эти слабые люди, которые сейчас во власти, не знаю, хоть во власти, не знаю, кто они, кто держится как бы как группировки, вот они как держатся, они сейчас самые слабые, они сразу естественным образом они отпадут, и нынешние ситуации будут требовать таких лидеров мощных и сильных, которые за собой людей, поднимут людей, восстановят все вокруг, и хоть их миллионы, их различные связи не помогут в этом, сейчас как бы всевышний создатель, не знаю, космос, Бог, это естественным образом все поменяется в течение двух-трех лет, это сейчас по миру вы можете наблюдать, как эти изменения уже идут, изменения идут в таком темпе, что люди сейчас не смогут приготовиться к этому, и теперь что произошло в 1917 году? Революция. Да, вот передал большевики корону, корону передали просто добровольно, и следили, что будет, и когда нету, людей, которые могут управлять большими системами, большими бизнес-процессами, бардак, когда начался, вот они когда свое место уступили, бардак, когда начался, они опять встали на место, свое место заняли, и я вот это мое мнение, вот просто я вижу, что вот эти старые программы, которые у людей заложены в голове, хоть они свои идеологии будут защищать, они так, природа, она великая, природа, она от Бога, природа, она сама делает зачистку, уже идет конкретная зачистка в экономике, бизнесах, духовности, конкретно идет, природа ненужных существ, которые занимают место, она естественным образом уберет их, и те энергии, которые человек внутри держит, те демоны, которых он сам внутри вырастил, вот эти демоны его и сожрут, и останутся те люди на этой земле будут ходить, которые сжигают сердца, которые добро излучают, которые созидательные энергии у кого есть, у кого любовь есть, где есть взаимопонимание, где есть толерантность, вот такие, пришло такое время таких людей, я просто вот молодежь, некоторую молодежь вижу, молодежь в таком, вроде они не начитанные, много, вроде у них мудрости нету, но они от природы все знают, вот они, природа готовит новых людей, 20 лет, вот человек, ребенок, почти ребенок, 20-25 лет, они такие, такие мудрые личности встречаются, я, вроде они много книг не читают, но у них это все сердце идет, вот такие люди сейчас нас, нас уже, замена нас уже идет. Да, 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 Денис, абсолютно с тобой согласен, об этом даже есть в Куране, об этом изречении даже есть в Куране, там так и говорится, что только самые лучшие, самые лучшие, самые добрые и самые люди, лишенные эгоизма, эгоизма, вот он, самое зло наше, будут управлять этим миром, понимаете, то есть не будут управлять как в советское время там хитрые такие там изворотливые, которые там умеют на собрании разговаривать и они продвигались вперед, то есть сейчас как ты говоришь бог, космос или кто там то есть будет этим миром управлять самые лучшие из лучших, понимаешь, то есть добрые люди, лишенные сказано эгоизма люди, то есть и доказательство всему вот это интернет, потому что информация сейчас по земле идет махом, то есть быстрая информация, мы делимся информацией быстро, и поэтому я считаю, что если ты человек какой-то грязный, хитрый, и через интернет мы видим уже многих депутатов, которые где-то там косячат, где-то ходят перед людьми, корчат из себя такой он честный, порядочный, а потом раз смотрим он где-то там с проституткой, или где-то пьянствует, или где-то деньги ворует, то есть видите как, информация сразу же и его сразу же убирает в работу, поэтому я тоже призываю молодежь, которые, если хотите вы быть в числе тех, кто будет управлять этим миром, работайте только над собой, над своим эго, над своим эгоизмом, то есть само вот это общество, оно само тебя поднимет, тебе не надо даже об этом стараться, что-то думать, понимаете, то есть занимайтесь вот чисто с собой, будьте чистыми, порядочными, уважайте своих родителей, показывайте везде пример, понимаете, я вот тоже согласен сомах, который говорит про золотую середину, это очень мудрые слова, то есть во всем придерживаться даже золотой середины, ты уже не ошибешься, понимаете, уже не ошибешься, а если ты будешь еще работать над тем, чтобы я всегда говорил, что о человеколюбии, то есть любой ситуации, в какую бы вы ни попали, вы не делайте поспешных шагов, то есть наоборот, ищите выход из положения через человеколюбие, то есть прощать, не зря говорили раньше всегда, что прощать это удел сильных, то есть это слабые люди не умеют прощать, если вам сделали зло, он хочет сделать вам три раза больше этого зла и считает это крутизной, то есть нет, наоборот, если они вам делают зло, вы научитесь видеть в этом даже позитив, понимаете, это как бы вам идет очищение, то есть как испытание, то есть человек, который наносит вам зло, вы в нем видите не врага, а наоборот, то есть это как бы тебе послал Бог такое испытание и ты через него проходишь, его прощаешь и идешь дальше и вот тогда ты сам себя вычищаешь от этого зла, понимаешь, то есть ты становишься чище от этого, и поэтому я вот и призываю себя, и в Коране об этом говорится, что только самые чистые, самые лучшие, только люди лишенные эгоизма будут управлять этим миром, и Денис, я с тобой абсолютно согласен, и это время идет, прям я вижу ее, вот это время уже идет. Я могу еще добавить, вы же, мы же все видят, советский фильм, как пример могу вам сказать, что вот про этих личностей, которые появятся, они сейчас уже готовятся, чтобы проявиться, они уже готовятся к этому, этот фильм есть, Иван Васильевич меняет профессию, там царя отправили в будущее, царь говорил, стучал, что я царь, и сам вел себя как царь, вел себя как мужик, и ему все верили, а потом кто в прошлом остался, кто в прошлом остался, он вроде был похож, вроде был похож, но он говорил всем, я царь, я царь, я царь, и все почувствовали, что это не царь, царя заменили, Вот так узнают люди таких людей. Никакие фишки, никакие их резервы, никакие ресурсы не помогут одеть маски. Никакие красивые слова, которые изучены, чтобы их научили, чтобы они говорили в различных совещаниях, в различных публичных выступлениях. Таких людей узнают, таких людей увидят. И за такими людьми пойдут, я верю. Правильно, правильно, да. Люди будут эту правду чувствовать, как вот Иван Васильевич меняет профессию, в будущее ушел царь. Этот характер его был, и сущность царя у него внутри была, и люди верили даже в будущем ему, и следовали ему указания. Да, 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 да. Был такой эпизод, я видел. Так что, вот мое мнение, мы таких именно молодых личностей, таких лидеров должны выявить и дать им потенциал, чтобы они проявились. А то очень много будет помех, чтобы они не проявились. Уже работа идет, чтобы это не было. Видите, онлайн обучение, пандемия. Это почему появилось? Это чтобы контактов уменьшить. Чтобы контакта меньше было, чтобы эти люди не проявились, чтобы эти люди не объединялись. Вот это идет. Я вот замечаю, это мое мнение. Да, 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 да. Сердце сказал вам, и не знаю, согласитесь с этим или нет, просто вот так я думаю, братья. Да, согласен, Денис, согласен. Я думаю, что мир ждет изменения, что мир, впереди будет абсолютно другой мир. И тот, к которому мы привыкли, в котором мы росли. Сейчас я вижу, даже вот как я всегда продвигаю культ волка, я вижу, что сегодня, например, идет борьба за семейные ценности. То есть они разрушают вот эти силы, они уже взялись уничтожать семейные ценности. То есть волки, они всегда были, жили семьей. Я вам говорил до этого, что они были преданы друг другу. И чтобы обратно же разрушить этот символ, они сейчас вот разрушают семьи. То есть из парней делают голубых, из девочек делают лесбиянок. То есть бьют по семье. То есть это самое вот такое вот последнее, что осталось у нас от символа волка. Это вот семья наша, понимаете? И они ее прямо агрессивно разрушают. Вот сегодня, например, я видел видео у нас в Астане, где я вот сейчас только смотрел. Парень женился на резиновой кукле. Представляешь? Видите, как уже молодежь, как они голову пудрят. Женился на резиновой кукле, создал полностью свадьбу, провел свадьбу. Полностью провел той, кольца одевал там, даже регистрацию провел. Представляете? Это же в Китае же, да, будет? Здесь у нас, в Казахстане. О, а я в Китае считал. Ну вот видите, она по миру уже идет вот такое зло. То есть разрушает семейные ценности. То есть поэтому мы должны против этого бороться. Так же я вот как вот Денис всегда поддерживает, что он борется против алкоголизма. Это тоже целенаправленное уничтожение нашей молодежи. И так же я туда причисляю и вот это сейчас лудомания. Сейчас современная вот эта болезнь. И она, говорят, что намного хуже, чем наркомания. Даже практически неизлечимо вот это лудомания. Это игровая зависимость от игромании. Сейчас молодежь, я вижу, к сожалению, что многие-многие вообще вот подались вот на это лудоманство. И прям работать уже не хотят. Потому что чтобы он работал там, например, 100 тысяч в месяц, целый месяц пахать, потом 100 тысяч в деньге получить. А он здесь одну кнопку нажал, она ему 100 тысяч выдала один раз. И он это заразился, он это увидел. И он уже работать не хочет. Понимаете? Раз он за какую-то секунду эти 100 тысяч заработал, зачем ему целый месяц пахать? Понимаете? Сознание человека абсолютно меняется. И он потом все, что у него есть, дома тащит туда, продает, ворует у родителей, все туда, обманывает всех, берет кредиты и надеется, что еще раз нажмет, и у него снова вот это вот деньги свои вернет. Понимаете? И вот так вся жизнь у него проходит. То есть вот такое зло тоже сейчас идет у нас. Помимо вот этого алкоголизма, лудомании, наркомании, еще вот появилось еще вот такое зло. И поэтому я говорю вот, что наоборот, я считаю, что это для молодежи все труднее и труднее становится вот это проходить эти испытания. Все труднее и труднее. И поэтому я думаю, что те молодые люди, которые пройдут через это, не испортятся. Они будут настоящими кристаллами, драгоценными кристаллами. И вот они-то и построят вот это будущее, вот это вот, о котором мы с тобой говорим же, вот это настоящее вот человеколюбие, где будет вот, буквально это будет, как мы говорили же, царствие небесное на земле. Вот об этом я хотел тоже сказать, добавить в свое. Да, вот многие психологи, многие политтехнологи, все направлено, чтобы на наших детей. Вот YouTube канал, самые оплачиваемые каналы, миллионерские каналы, миллионные просмотры, все направлено на наших детей. Вроде мы, они растут, у нас времени нету за ними следить, а все психологи направлены, чтобы изменить сознание. Вот при мне, вот три поколения вниз, два поколения вниз, они уже политически активные, уже молодежь, у них сознание уже поменено, у них все, многие, многие слабые, многие желания свои, много желают, а к этому желаниям, стремления нету силы, нету веры в себя. Очень много людей я знаю, которые по 30 лишних лет, которые уже определенную ответственную должность имеют, но они веры в себя у них нету, нету силы, нету как бы свое мнение, нету, чтобы за правду какую-то схватиться, да, все трусы, очень много трусов, очень много людей, которые не могут за честь, за правду заступиться, просто деградация полнейшая, и нету, их надо всех объединить, вот этих, разбудить их надо, очень много трусов, мужского пола, все прячутся под юбками, нету мужских качеств, там просто живут на автономии, и все, все этого и хотят, как и задумали именно, наш невидимый, незримый враг, то, что он задумал, у него все получается, все исполняется, вот, видите же, сколько уже, не могут женщин родить, сколько разводов, сколько, да, 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 необдуманных семейных, союзов, очень много, просто люди эмоционально, как-то, нету такого порядка, в отношениях мужчин, и даже и женщины, просто люди, эмоционально, не изучив, не изучая традиции, правила, да, не соблюдая традиции, правила своих предков, встречаются, при любом деянии, сразу же, бракосочетания, сразу же живут, из, там год-два живут, сразу развод, а дети одни остаются, неполных семьях растут, ужас, это, это все деградация уже, кульминация деградации уже идет, а сейчас придет время, что уже придется вмешаться создателю, то, что мы творим, приходится ему сейчас вмешаться, и когда придет, как бы, Всевышний Бог, Вселенная, люди, люди там, Господа Всевышнего, тогда ответят многие, тогда уже придется, если придет, такие, такие личности, если придут, они будут очень решительные, и очень хладнокровные, я вот, везде, это просто уже, это, уже, воздух, уже ветер, я чувствую, вот этих изменений, два-три года, мы это увидим, хорошо, что мы, родились в такое время, в этой земле, что мы, при нас это все будет, при нашей создательной жизни, мы будем живыми свидетелями, тех изменений, которые начались с 90-х годов, сотовая связь появилась, ящик Пандора открылся, интернет открылся, изменения, именно в людях мы видим, изменения различные, вот сейчас, мы в таком, в других поколениях, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, 100-200 лет, через 200-300 лет, люди будут завидовать нам, что мы живые, были свидетели, тех изменений, которые будут сейчас, в это время, мы должны благодарить, Бога, или, солнце, Бога солнца, не знаю, благодарить должны, что мы вот свидетели, мы вот живые ощущаем, смотрим, эмоциями чувствуем, вот это все, эмоциями, некомфорт, эмоциями, вот эти все, негатив, мы чувствуем, мы должны, вот это весь наш организм, глаза, уши, сердце, что она пьется, что, вот это все мы видим, ощущаем, именно здесь и сейчас, вот это мы должны благодарить, Господа, Бога, родителей, предков, что они, как бы, через наши глаза, через наши уши, это все чувствуют, вот это все будет сейчас, это только, мы должны просто, приготовиться к этому, кто это чувствует, он наоборот, на одном месте сидит, он много творит, он много рискует, да, 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 ну, Денис, что, прервем на этом, наверное, запись, разговорились, да, благодарю, что, вышли на связь, там, ОМАКа, и вот, хоть мы многонациональный народ, хоть мы разные, мы, видите, мы можем, умеем слушать друг друга, ребята, да, 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 я думаю, не последний раз, ОМАК встречаемся, Денис, вам добра, добра, только вашей семье, вашим родителям, если живы, конечно, у меня вот, с матерью живу я, поэтому, только самое хорошее, в этой жизни, в следующей жизни, вам желаю, давайте, держитесь, держитесь, все у нас будет, я вам скажу, да, что самое главное, вернулись к своим корням, чтобы мы себя не потеряли, свою человечность, свою идентичность, свой язык, свою культуру, вот это самое главное, а все остальное будет, дружба будет, все будет, дай Аллах, дай Аллах, это самое главное, да, ага, дай Аллах.